всем привет с вами дядя володя страшное время 9 19 мои мои валенки а где же я а где я а вот он бля я так засуедился в это утро что уже сам себя не вижу о здесь приятно пахнет краской приятно пахнет краской и маятничек стоит на специально не стал здесь вот среднюю часть красить потому что здесь будет нанесена змеиная кожа ну а так что у нас осталось осталось у нас перебрать не брать перебрать вилку переднюю чем собственно сейчас я и займусь включу печку пока будет здесь пространство жизненное нагреваться тем временем я я конечно же я кто же еще кроме меня тем временем я перемою перья чем вилку перемою на улице потому уже сюда в теплышко занесу и будем будем заниматься здесь уже тепло а вот на улице не очень и и на этом перед столько грязи налипшей вообще пипец я уж тут щепочкой вот деру деру она не сдирается смотрите такое бензин не берет вот так вот шкаблю она не шкуб лица деру не дерется и жопа жопочная тут такой прикол и нашел когда занесу помою покажу вам расскажу прикол такой над людьми и производители видать прикололись и китайцы конечно приколисты смотрите тут вот где в нише подсальники столько грязи лежит песка смотрите все это ездила работала где гофры то тут давно порваны сюда дерматин там лежал и вот смотрите этот рисовый хром он цел он ни хрена не задрат поэтому не такой уж и рисовый наконец-то я отмыл их полностью и теперь нахожусь вместе с ними в тепле ну и хочу рассказать об увиденном значит вилка или перья называется hl 1001 на них есть вот такая h и l типа регулировка вот здесь я взял наждачку и ржавчину убрал все равно до сюда не работает вот наблюдаю что здесь уже видать откручивали пробку а здесь придерживали но в другом же месте нельзя удержать и долбили зачем они были согнуты прям тут видно что они все вот такие вот буквой зю какой-то извилистые вот долбили по ним вот здесь удерживали газовым ключом видно насечки короче этим перьям тоже доставалось но я все равно как бы придерживаюсь мнению что не в перьях было дело а в человеке который их так так сильно пользовал неразумно скажем пользовать можно сильно мы в принципе делаем этот мопед чтобы пользовать его сильно сильно но разумно ну это покажет время чё там сотрясать воздух короче прислоняешь просветы есть особенно здесь вот с этой стороны если посмотреть гнутые перья были разобрать тут чё тут вот там стопорное кольцо оттуда и как мог вымыл грязь и вот здесь надо будет открутить под шестигранник вот все это буду разбирать и вот здесь надо будет открутить пробки буду разбирать и перемывать внутри заливать новое масло новые сальнику новые гофры и будем собирать уже наверно вечером мы и будем собирать это все сколько можно ложка ца лошка ца надоела в общем разбираем видите левая рука топорное колечко уже снято здоровье тоже так вот смотрите пробка да казалось бы пробка вот две фаски под ключ под рожковый вот там был бы шестигранник то значит можно было бы предположить что смотрим видите 22 болтается лучше на 22 стандартный набор до 19 22 следующий знаете почему не буду им откручивать но естественно у меня есть ключ на 21 21 23 и скорее всего здесь не пойдет видите прокручивается ударами у меня есть на 15 ключ на 18 на 25 есть на 28 так что как мы видим требуется специальный инструмент решил пока лично телодвижение делать пробки не откручиваем чтоб не текло сейчас крутил вот на 6 вообще затянут не был вообще был не затянут открутил вот там он сейчас будем вытаскивать боюсь что сейчас хлынет масло поэтому я камеру отложу все это сделаю и вам расскажу что было ну вот таким образом сливается через выкрученный болт вот такая вот кака ну и все это легко теперь разбирается из стакана перо выдергивается легко потому что болт выкручен и он не держит сейчас сольется масло и будем разбирать так же приятно работать тепле так ребят слил слил всю жижу вот здесь вот стоит клапана эти амортизационные они уперты в пружину пружина упирается в эту пробку пробка подключена 21 вот так зажали вот так открутили включ на 21 так это я буду сейчас откручивать двумя руками ловить значит стакан стакан вот такой я его помыл там сальник сальник крепится вот ступорным кольцом больше тут в стакане ничего нету там это все ходит внутри одно по другому из всяких втулок без ничего не как вы же уже как бы все сделано для того чтобы ну можно было ремонтировать несколько десятков раз здесь же все как бы одноразовое ну как в иномарках вот так вот в общем я ее промыл бензинчиком потому что хотел вытащить пружину она вся в этом в глее в глее это перемешка масла с водой с грязью вот такая пружина переменного витка вот здесь сам амортизатор непосредственно тут все у меня вымото в общем я сюда лезть не буду сейчас я выдерну старый сальник ставлю новый и буду производить сборку пружина и пробка будет в последнюю очередь после заливки масла ну масло залью наверное попробую или 150 налью посмотрю здесь это не принципиально ошибаться надо залить столько сколько положит выдернул сальник дергал его отчаянно тянул его тянул верхнюю пружинку сразу извлек ну чтоб может пригодиться а нижняя вот так вот внутренняя покоцалась в общем я его и дергал обратно молотком вот этим крючком и отвертками ковырял ну конечно я пытался чтобы здесь никаких задиров не сделать ну что собственно мне удалось не покалечить в общем очень туго он засажен был прям ужас просто я от него не ожидал что он так там будет сидеть сейчас буду эти ставить обязательно помажу маслицем в общем начинаю сборку берем упаковку здесь есть такая штучка чтобы быстро рвать вот так вот разрываем достаем один из двух сальников один из двух сальников у сальника есть нижняя часть и наружная вот я вам сейчас расскажу вот так вот правильно должно стоять вот это вот внутренняя часть нижняя а вот это наружная смотрите чем отличается вот здесь такой вот как бы паз глубже а вот у верха пружинка немножко выше стоит видите не так глубоко ну и в общем она вот вот так отличается вот так вот это верх вот он вниз вверх вниз вверх в общем верхом ставим кверху но предварительно я сейчас помажу маслицем и подберу то чем я буду это все забивать туда интересно чем я это буду забивать а самое первое я проверю вот здесь на штоке насколько обхватывает губы губы обхватывают лоб может быть и придется укорачивать пружинки берем и вставлем берем и вставлем вставлем вот так ну видно что тут заходит все нормально вообще супер пупер ой-яй-яй поэтому сейчас мажем здесь поверхность маслицем и забиваем попытался новый сальник забить старым но он соскальзывает куда зря в общем головка на 27 фирмы юниор прямо идеальненько подходит вообще супер пупер как бы раз и готово да смотрите ну вообще головочка все чики-пуки вставляем стопорное колечко уже вымытое заранее специальная смазка у меня есть специальная специальная она для этого для пневматических этих всяких систем очень интересная смазка вазелин вот она и там немножко надо но такая жирная жирная пипец просто все вот отсюда выдавлю специальный ребрикан немецкий от минус 50 до плюс 140 работает в этом тоже самое помните этот attention warning и danger ну и вот эти все три от меня вам предупреждение внимания и опасность вот я уже второй разобрал но я его теперь зажимать не буду вот этот я зажимал когда выдергивал сальник вот этот я зажимал когда сальник забивал стал монтировать ну конечно шокон кривой и был кривой то есть лом но вот он вот здесь вот работает а дальше он клинит ребят дальше половина хода он там приклинивает я уже вот вернул такой вот болт с резьбой подобрал взял дрель зажимал его и дрелью так вот ну как бы расшарашивал но с дрелью когда крутится на больших оборотах он ходит ну и то потом что-то тут приклинивает короче вот изнасиловал все перо ну как бы путем зажимания уж думаю и так зажимал и так думаю может я его там погнул ну конечно погнуть его тут не знаю толстостенный он конечно из риса сделан там оказывается есть резиновая прокладочка сверху металлическая которая вот болт с которой работает в паре в общем этот я стакан прожмал он до конца ходит вот тот я изначально не проверил ходил он может он был приклинитый может он был деформированный короче время часа полтора у меня ушло на него на эту чириканье с ними вот тут уже крутил этим приходилось потому что он приклинил в сжатом состоянии с пружиной причем ничего как я не делал только в общем сейчас я в этот поставлю сальничек новый соберу заправлю и займусь снова этим первым которым я начинал все-таки хочу добить добить в хорошем смысле слова чтобы он начал все-таки по всему ходу работать без заклинивания потому что наждачкой там что-то пройдусь раздреку его ну лишь бы не клинил что я знаю что такое клинищая вилка у меня на Юпитере на пятом с белой панелью была такая ситуация поменял верхние и нижние эти втулки и верхняя втулка вроде и ходит так более-менее бляха но клинит и клинит жестко работает пока их на старые снова не заменил тогда стала вилка работать так что вот так сотка это вот по верхний срез бирки этикетки в общем залил где-то 130-140 это я уже еще раз набрал на вторую на второе перо вставляем пружину смотрим вместе цели это все здесь не пойдет ли через край мы видим вместилось оттуда все что-то не текет ничего все нормально берем пробочку и закручиваем поджимать и вкручивать на 21 все это перо мы быстро сделали ну и все у меня получилось буквально прям чего здесь вот затруйте героин чтобы нижнюю траверсу лучше вошло знаете что было да ничего не было засунула линейку вот так вот там протер все хорошенько ну там и было чисто в принципе но все равно протер потом туда ножом намазал солидольчику ну литольчику 24 сальнички помазал литолом вон они до сих пор все собрал не стал засовывать глубоко она вначале то заходит легко залил 150 миллилитров масла и все как по маслу как по солидолу ребята смотрите все супер пупер а вы думали не получится все получилось а я ну здесь вот я подкосал немножко да хрен с ним все равно ездить по этим он же у нас внедорожный типа того ну надо будет здесь зачищу да покрашу в красный цвет одно один будет желтый другой красный а покрышку зеленый ну так что вот так что вот так эти резинки они не такие чуть-чуть видите тут они не обжимают под перья более толстые здесь одеваются нормально вот вот пожалуйста в общем хомутами посильнее обожму все будет работать сейчас установлю на место на свое можно будет колеса вешать а че я отключился я забыл сказать всем спасибо всем пока конечно пока спасибо спасибо Продолжение следует...